Да, да. Ну тут пик, Спектровский, блин, по-моему, нет вопросов к этому. И в мид команде Вейперца против Слардара Геракоптер хорошо заедет. Иван, знаю я одну команду, которая полюбила Спектру в последнее время. Не, я посмотрю завтра, посмотрю. Даже если мы их не будем анализировать, на эту команду я обязательно посмотрю. Ну мы потихонечку стараемся всех захватывать более-менее, так что... Ну именно пристально, пристально мы за ними, наверное... А вот и визаж для Лива. А, нет, это Джаггернаут, слушай. Не с пиктра далеко. Джаггернос? Ну да. Очень странно видеть пик Джаггернаута после визажа, потому что как раз-таки наоборот берут визажа против Джаггернаута, потому что с он не слэша прыгаешь ты по этим фамильярам, урона ты им не наносишь, и там весь он не слэш может просто уйти и фамильяров, ничего, при этом никакого ущерба не нанести. Поэтому мне кажется, не лучший выбор здесь Джаггернаут. Ну может быть отчасти смысл в том, что Джаггернаут сбрасывает там Гэску Слардара в себя, ультимейт его, ну как бы уже такая полуконтра такая, получается, что твой кэрри не особо там страдает от этих амплифаев. Ну да, там типа манта. Не скажи, знаешь, там такой кулдаун, одну сбрасываешь, вторая вешается. Ну прям в драке имеется в виду, если началась-то, можешь закрутиться, сбросить себя, уже не получать этого урона. Ну может быть в этом идея. Вообще, действительно, мне тоже Джаггернаут, ну как-то не супер сильно нравится. Может быть, хотят Ньюби как-то поддавить, опять же, Фаст Меку попробовать, и мы уже это видели. Сегодня против Фнатик от них, где Фаст Мека на Дарксире, Джаггернаут с Хилвардом, и пошли там все ломать в драке, там, вышки забирать. Но это нужен хороший какой-то мидер. Во-первых, нужен хороший мидер. Во-вторых, если просто Дарксир пойдет в харду, то ВП не дадут ему там разогнаться особо, мне кажется. Да, там визаж его будет напрягать, и плюс один сепорт. Может, кстати, Слордар им окажется, но вряд ли. Ну нет, против Дарксира уже, конечно, не так здорово. Вот, вот этот герой ничего не даст Дарксиру вместе с визажем. Дарксир всегда может отправиться в лес, и все равно это будет достаточно быстрая Мека, это десятая минута максимум. Может быть, все-таки хотят пытаться поддавить. И ласт пиком в таком случае должен был бы оказаться какой-то ДК, но он в бане. Кин оф Пейн тоже в бане. Вайпер. Ну а кто-то пойдет на мид? Если ты планируешь ввыть в лес на Дарксире, то ты должен понимать, что твой мид постоянно будет под ударом вот этого самого Скаймага. Скорее всего, ФНГ будет на нем играть, и, возможно, даже с первого уровня будет надоедать мидеру команды Ньюби. То есть здесь нужно взять какой-то безопасный вариант. Ланая как раз-таки ушла в бан на пятый пик. Идеальный вариант был или ДК, или Вайпер, как по мне. Но просто тогда вообще теряет смысл этой W-суппортов Рубик-аппарат. Просто выберете Джиггернаута, который не синергирует, по-моему, с этими суппортами. Ну а что Вайпер? Вайпер в целом против Свардара по игре, это, по-моему, очень плохой герой. Вайпер это герой, который должен танковать. Ты ловишь амплифити и умираешь очень быстро под этим амплифити. То Вайпер теряет свою суть. Есть такой момент, на самом деле, действительно. У него-то армор вообще своего. Так а мечку, если возьмет, то он, а не Дероксир. Дероксир, а не там себе Форс Тафф. Но действительно не самый лучший герой. Видишь, Ньюбе в замешательстве тоже не знают. Мне Вайпер здесь очень не нравится. Пускай уже лучше какой-то Разор будет. Ну и последний пик для Ньюбека. Аппарат Рубик вообще теряется. Могут ли пойти Ньюбе в сложную, как вы думаете? У Ньюбе сейчас станов нет. Нет, не могут. Против герокоптера, визажа, скаймага им там делать вообще нечего. Даже если они возьмут на ранней стадии один какой-то килл, потом довольно быстро лишатся они регенов, на мой взгляд, против Кэнона и против спама скаймага. И вынуждены будут оттуда делать ноги. А вот и панды. Они думали, потому что и скаймаг очень неприятный типок против панды. Вы думали, нужен он им или нет. И вот сейчас Виртуз Пром, мне кажется, в своей манере доберут сильного мидера, доминившего для года. Придет туда скаймаг на ранней стадии. А кто это может быть? Смотри, Бинрэнджер, Линна, Квин оф Пейнт, Темп Ларка и Сэп все в бане. Инвокер. Инвокер? Со скриптами? Ну, год интересовался. Не без них. Год интересовался. Естественно, на инвокер со скриптами очень удобно, я думаю, играть. Да. Я, конечно, не пробовал, но... Все верно. Может, инвокер, может быть... Ну, просто действительно не осталось каких-то героев. Да, герои-то кончают. А Кэмбер Спирит? Ну, и... Тоже в баню. Бист Маста. Есть вариант Лишракка. Например, год играл в свое время. Лина есть? Нет, Лина нет. Ничего нет. Ну, герои закончились. Все, конец героям. Сайленсер? Ну, есть Лишрак, он, конечно, сейчас не так хорош, но все равно ничего. Ну, Сайленсер, сам не вариант, потому что Визаж... Ну, Визаж, Свардар Герокоптер. А мне Дэск Профит нравится здесь, кстати. Я про Дэск Профит что-то посмотрел и подумал, нет. Нет, кстати, ничего, такой персонаж, на самом деле. Здесь миксов все шикарно. Нечем ее бёрстить, если миди после фланды постоит хорошо. Бист Мастер. Бист Мастер. Что-то предлогод. Ну, тоже хорошая штука, и теперь Джиггернаут уже... Просто и Джиггернаута ловишь, и Биста ловишь. Джиггернаут уже не будет так вальяжно по карте перемещаться и знает, что он-то почти всегда уйдет с крутилки ИТП, уже будет бояться. Это тоже приятно. Нравится нам пик? Мне нравится больше, чем у Ньюби, однозначно. А ты, Саша? На самом деле, да, пик БМа вообще он... Вырулил. Все порешал. То есть, там, варианты типа Вайпера и так далее, там, то, разоры, то, что вы говорили, ну, это такое... Нет, я это предлагал для Ньюби. Разоры, Вайпер. Это все для Ньюби предлагалось. Ладно, ребят, оставим это все на послематчевую аналитику. Ну, а у нас начинается вторая карта Virtus.pro против Ньюби. Я надеюсь, что это последняя карта сегодняшнего дня на нашем канале. Передаем слово нашим комментаторам, Арену и Диме. Спасибо, Иван. Ну, мы тоже надеемся, что это последняя карта на сегодняшний игровой день. Ну, и не потому, что нам лень комментировать еще одну игру, а потому, что хотим, чтобы уже все-таки Virtus.pro ушли довольные и готовились к следующему дню. Have fun, пишет у нас Lil. Желают там друг другу удачи, все дела. Ребята настроены позитивно, да. И посмотрим, кто на ком играет. Значит, у Virtus.pro фнг будет играть на Skyros Magi или Dan, Gyrocopter, God, Beastmaster. Фобос играет с Лардером и Lil на Визаже. И команда Ньюби. Кауна на Джаггернаути, Тулей на Дарксири, Брюмастер, Саш на Рубики и Банана на Эншент Аппарате. И Банана на Эншент Аппарате. Так, ну что, мы как обычно смотрим Визион и Визион и видим то, что Ньюби пока поставили вот такой вардец и вот такой вардец. Обзоры, в принципе, ясные, да. Здесь, если кто-то будет бегать, будет видно, плюс видно руну. Здесь видно руну и будет видно перемещение вражеских суппортов. Так, тут у нас небольшая стычка. Посмотрим на Визион и Виртус Про. Уже которую игру Ньюби стараются сделать так, чтобы к ним не смогли прийти треплой. И, наконец-то, у них это получилось. То есть забрали для себя довольно-таки двух боевых суппортов, это Рубик Аппарат. И добили это Джаггернаутом, который очень хорошо на трепле раскручивается за счет своего Блэйфьюри. Да, но все это мы будем смотреть уже на стадии ланинга. Сейчас еще стоит отметить вот этот вардец, который поставлен Виртусами довольно интересный. То есть его развардить не так будет просто, потому что не самый стандартный вард, а Вижен, он дает вполне себе неплохой. И вот еще один вард тоже не самый стандартный, ставится от ВП. Может быть они до этого, конечно, таких вардов много-много натыкали и получится развардить, да. И Рубик этот вард уже, судя по всему, где-то видел. Поломал свободно. На топе у Тулы небольшие проблемы. Но здесь Иллидан прокачивает флаг Кэнона, не Рокет Бэриджи. И вот поэтому, наверное, убить не удается. Это довольно, конечно, забавный момент. Может быть, знал Дарксир о том, что там флаг Кэнона убирит, и поэтому так наглел. Но если бы там были Рокет Бэриджи, то однозначный фраг был бы. Но в любом случае ему от этого и не легче. Мы видим то, что Дарксир старается как-то подойти на линию, может быть, забежать крипов и потом на Суржей убежать. Но ФНГ не позволяет им получить экспириенс и обратно на базу отправляет. Теперь было бы здорово, ну, возможно, пойти фармить свои леса, потому что как бы ты не хотел замикрить на Дарксире в харде, но мы видим то, что тут полный контроль у ребят. То есть стоит вардец, при этом так у нас выходит на Фобоса, Фобос уходит. В общем, стоит вардец сверху, вы не можете подойти на Дарксире, вы не можете как-то пойти там за пульт крипов, и он делает абсолютно правильное решение, убегает к себе. Да, будет там, давай, третий или пятый. Раньше, я помню, долгое время Дарксиры вначале фидели, раз, а то и два, а потом только уходили с лайна. Сейчас уже Дотка явно проапгрейдилась. Я тогда, помню, говорил о том, что когда-нибудь Дарксиры будут раньше допирать, нежели после двух смертей. что надо идти в лес, и вот это время наступило. Сейчас уже Дарксиры в большинстве случаев сваливают в лес гораздо раньше, чем было это раньше. Ни разу не пикали Брюмастера в оффматчах в этом патче. У всем игр только три победы, винрейт. Ну, решили поэкспериментировать. Есть еще одна игра в запасе, поэтому отчего бы и нет. То есть БМ, как говорили у нас товарищи аналитики, здесь смотрится приятно, поскольку он и Джиггернаута может закантрить тем, что собирает некрай, он начинает по ним прыгать. Там еще параллельно кабаны, которые всегда готовы делить дэмэж. Это перспективы огромные. Бист очень хорош, тем более в комбинации со Скаймагом. Брюсмастер закрепляет, Скаймаг разрывает на части, поэтому ребятам из Ньюби как можно скорее нужны всякие форсы, чтобы контрить подобную комбинацию, иначе будет очень больно. Очень, очень, очень больно. Но сейчас, если немножечко поговорить о прошлой карте, там все было плохо на всех лайнах. Если бы хотя бы Леон какой-нибудь стоял бы в миде и сейвил бы СФ, а Луна бы там была под протекцией как раз-таки Винтер и Верны, то я думаю, все было бы гораздо проще у ребят из Ньюби, потому что Леон реально может свободно отбиваться от нападков спиритбрейкера, прерывая... Ой-ой-ой, тут Фобоса закинули, Фобоса закинули. Но уже третья минута, скролл он сейчас принесет. Конечно, это будет неприятно, но крутится. Так вот, Леон мог бы сейвить свободный СФ в ЧК, а в топе там какой-то подхилл, какие-то харассы, ну, все равно бы было тяжело, конечно, против Бруды, но всяко лучше. Леон ничем не лучше был. Ну, такое остается, что даже если бы вы в миде защитили СФ, и он бы вынес там на тысячу голды больше партифактов, немножко выше уровня, то факт того, что Бруда просто убила наверху все... Пенетрировало, не спорю. Ну, там хотя бы не было бы всяких бьонгод лайков и т.д. и т.п. на Алине, это же тоже важно. Ну, в общем, мы к этой игре не будем. Я к чему это завел разговор? К тому, что здесь на лайнах все хорошо. Все вполне ровненько. Нет ничего такого, что было в прошлой каточке. То есть, если и будет дота за 16-20 минут, то это уже будет просто уровень какой-то жесткий. Но фобоса затыкивают очень жестко. Летит к нему, конечно, курьер со скрольчиком, но понимает, как бы, что скрольчик юзать нет никакого смысла. Тебя при любых раскладах убьют, потому что собьют телекинезом т.п. И он решил отдаться вот так вот. Это ФБ. Самое долгое и мучительное ФБ, которое могло быть. Саш, причем, так прикольно забрал. То есть, подходил уже аппарат, хотел сделать финальную тысячу, но он со своего нюка быстренько забрал. Нет, нет, нет. Я этот фраг заслужил. Так, а тут у нас что? Тут у нас Дарксиро прям под Т2 Тауэра забрали. Рокетбэр, аж очень больно банане. Замерзнет ли Лидан, Лидан замерзает. Еще буквально одну тычу с маской активится. И чуть-чуть не хватило, чтобы даже еще и что-то порешено здесь забрать. И Лидану прям реально чуть-чуть не хватило. Но не стоило, наверное, того. Бежать за Дарксиром прям так далеко. Если бы он еще и Дарксиро не убил и умер, это был, конечно, вообще тотальный провал. Ну и пока 2-1. В то время, как Гернаут занят просто лосхитом, у него 38 крипов, у Гернаута 28 крипов. И этот фраг ему вышел боком. А если мы посмотрим на Нетворс и буквально на секунду, то мы видим, что Джаггер 2 500, а тут 2 200. Ну, не сильно, конечно, отстает, но отстает. Ну и есть такой небольшой плюс, что Джаггернаут был вынужден тоже сделать ТП наверх, на всякий случай, чтобы можно было бы давить Гернаута. И сейчас он пешочком с верхней линии возвращается на нижний лейн. И все это время стоял и фармил Skyrass Match. То есть... Ну, линия не просыхала. Ну да, то есть в целом пока у нас игра ровная. Выходит Муну руну, и мы видим то, что Му в этой игре играет очень осторожно. То есть нет каких-то попыток в соло пойти забрать руну. Прикрывает его вся его команда. И пока на Брюмастере чувствует себя довольно-таки прекрасно. Так, год пошел контролить топ руну. Такая спокойная, размеренная игра. Сразу видно, что эта игра может как бы стать последней. Карта эта. Поэтому и одни, и другие играют очень-очень соевого. Виртуса после того, как получили преимущество, отпускать оппонентов не хотят. Ну, а Ньюби, само собой, проигрывать. Не особо, говорят, желание. Так это и вызывается у нас такая лютая заруба. Хао Джиггернаут, 24 игры в карьере и 17 побед. Неплохо. Неплохо. Три игры в этом патче и три победы. Ну, да, Джиггернаута, по-моему, там в этом патче, ему и в относительно недавних патчах понизили монокост на Бэдфьюри, увеличили дэмэдж. В общем, иными словами, Джиггернаута даже приподняли. Вполне себе неплохо. Но его и подпредспустили, он в одно время вообще был лютый. Но в Лэдфире ему немножко приподняли. Короче, такой. На Эрли стадии вроде стал жестче, но в Лэйте он чуть слабее. Так, и сверху выходит на Рубика, цепляет его Лил, также подходит Редан, есть кулдаун, закидывает Рубика, и Рубик погиб. Да, такой незамысловатый, то есть просто Рубик подставился, казалось бы, ничего сверх страшного, но попадает под кулдаун и из этой зоны уже живым не выходит. Игорь, в свою очередь, Юзайд, Смаки, вместе с Скайра, с Мэйджем, идут они на низ, потому что можно хорошенько убить... Такой бета-ганг со Скаймагом, потому что пока у Скаймага для нормального ганга нет Мистик Флэра, но уже даже так можно убивать. Ну, сигнал уже есть, то есть показал, ну, то, что на карте БМ отсутствует, естественно, идти ему некуда, кроме как пойти на низ, и сейчас мы видим то, что приняли максимальную сейф-позицию, и в итоге... Хорошо сыграли. В итоге Бестмастер просто динает тавер, понимая, что больше, в принципе, ему тут делать нечего. Да, читают игру Нюби, все четко, грамотно, не подставляются. Но переключаемся мы все-таки на Нетворцы, многое будет решать, конечно же, вот эта гонка вооружений, кто больше нафармит себе золото, и пока самый богатый у нас Гирокоптер, а дальше идет прям вот к нему в критирку Бестмастер. Это два персонажа команды Виртус Про. Ну, а далее три игрока команды Нюби, 3-400 Джаггер, 3-300 Брю и 2-500 практически у Дарксира. Вот как-то так. Графики... Ну, по графикам все ровно. По XP одни чуть больше, по золоту другие чуть больше. То есть каких-то жестких отклонений нет. Фобос поднимает уже потихоньку свой шестой левел. У Дарксира уже седьмой. То есть тут дела получше обстоят, конечно же, потому что это Дарксир. Тут прям такой next-level защитной игры. То есть в Брюмастер мы видим то, что он пока просто как-то перемещается по лесам, подфармливает за счет Клэпа. А Дарксир, в свою очередь, кидает по два щитка на центр и держится так, чтобы Бестмастер не смог его цепанить. Ускоряет Рубика, хотят напасть на года. Телекинез есть, Клэп юзается, но как-то совсем не по таймингу. Му не попадает Клэпом. Бестмастер сразу же откидывается ультимейтом. И вроде как на этом весь Смоук Ганг провалился. Отлично. Причем можно на развороте. На Пайс Скай у нас находится в позиции, также есть визаж, но кабанчик... Это довольно опасно там, на самом деле, нападать, потому что Джиггернаут всегда может успеть раскрутиться. Можно, можно. Вот сейчас, например, летят птички. Ой, а Сайленс-то хороший. Да, не ожидал здесь Хао, что будет Сайленс. Хао встрял, очень больно. Есть еще один голод, но тут уже можно покрутиться. Раскручивается Джиггернаут, боится, конечно же, здесь Скаймаг. Никакой особой поддержки от тиммейтов нет, с исключением вот этих фамильяров. Одного из них подрезали. Джиггер все-таки выживает. Ну вот, был бы, конечно, тут визаж с Сулла Самшином своим, и правда можно было бы убить. Согласен. Что-то я не думал, что настолько легко можно развалить Джиггера. Оказывается, можно. И в итоге Скаймага насадили на вертель. Поджарили его немного. Хаста, которую никто не забирал, в итоге забирает ее Мулгод. Году очень больно. Ну и подморозили. Года убивает его без каких-либо проблем. Убегает отсюда Лил. Есть Праймал Сплит, но нет желания идти под Тауэр. Но пока они обе хороши. Поставили свои варды. Ну, ни на секунду не наглеют. То есть мы видим, что в четвером, там, втроем перемещаются по своему лесу и ждут, когда же, когда же Вертуса выйдут в агрессию. И пока очень хорошо лидируют где-то на тысячи голды. Так, а тут Лил находит. Лил находит. Рубик. Очень больно. Сулла Самшин уже имеет неплохие заряды. Закидывает Сулла Самшин. Есть фраг. Отлично. Соло килл и от Лила. Его визаж. Сигнатурочка. Да, то есть сейчас тут очень приятный момент. Тут же Гернаута нет ульта и можно попробовать реализовать его отсутствие. Учитывая то, что у Бесмастера есть Праймал Рор и можно идти нападать на врага. В итоге нападение Фобос выбрал на то, чтобы пойти наверх на Дарксир, и которого можно обойти спину. Он предполагает, что здесь вардов нет, потому что, ну, уж слишком долго времени нюби защищались, находясь в своем лесу. Да, спринты только-только откатывают. И, к сожалению, Дарксир сваливает к этому моменту. И все остальные подтягиваются наверх. Наблюдают аккуратно за тем, как здесь у нас бегает Эншинт Аппарат. И тот же Гернаут фармит свои леса, понимает, что туда лучше всего не лезть. И мы стоим сверху, ждем, пока Дарксир попробует задефить свой Тауэр. Да, Дарксир, походу, читает игру. Ничего, он не дефит, он убегает. И Даггер появился у Брюмастера. Только вот буквально секунду назад надо принести. 12-ая минута, хороший тайминг. Му будет довольно опасным, дядя. Ну, вообще, этим Брюмастером, я вот не знаю, можно ли диспелом снимать Амплифай. Ну, если можно, то это было бы неплохо. Ну, в свое время, я, правда, не знаю, как в Доте 2, но Брюмастер снимал ульт Омни Найта с противника, поэтому, в принципе, может произойти все что угодно. Так что давайте посмотрим, как оно получится. Можно снять еще Сайленс Скайраз Мейджа. Да, ну, какие-то противные штуки можно всегда диспелить. Там же в последних патчах этот диспел еще по АОЕ увеличили, поэтому почему бы и нет. Насколько хорошо знают Ньюби механику Доты, мы посмотрим. Это тоже довольно важно. Так, есть нападение на Иллидана. Сразу же залетает из пластики на сверху. Иллидан не успевает раздуприться. Праймал сплит. А никого больше не поймал. То есть считали, что сейчас будет какая-то хелпа герокоптеру, но его настолько быстро сдули, что УВП даже не поняли, что произошло. И элементарно помочь они не успевают. Фобос Блюскрин. Да. Кран Смерти. Ок, 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 пишет Хао. Так, ну давай, наверное, мы пройдемся пока по шмоткам, потому что у нас такой замечательный есть момент. Значит, есть что у нас у Джиггернаута. У Джиггернаута буквально 500 голды на кармане. Персик, Аквилла, Фейзе и, в общем-то, больше ничего. Тут Сулринг почти меказм. Осталось рецепт дофармить, да, по деньгам видим, что почти дофармил. Тут Даггер, Кутыль. Здесь пятый левел, как ни странно, шестого еще нет. Тринадцатая минута, надо бы поработать над этим. Но Рубик себя реализует вполне неплохо, даже вот с таким левелом. Оперейшн поднял шестой. Это жизненно важная штука, играя с аппаратом в команде. Айсбласт 80% его эффективности. Поэтому он поработал над своим айсбластом. По айтамам урна есть уже хорошо. Ну и еще вот 800 голды сверху имеет. Скайрос Мэйдж. Ну тут есть шестой, по шмоткам пустенько. Гирокоптер имеет доминатор Фейза Аквилла, стики и 500 голды. Тут у бейсмастера Некрочи первые. Ну, для 12-13 минуты вполне нормально. Дальше будет выходить в третий Некрочек. Ну и какой-нибудь Даггерочек, наверное, себе прикупит. Слардер пока 800 голды. Может быть выйдет Форс для начала, потому что Даггер сходу покупать будет тяжело. Раз уж он на 13-й минуте имеет только 800 золота. Думаю, вначале выйдет Форс, а уже потом возьмет Даггер. Ну а здесь, здесь пока непонятно, во что будет выходить. Выходить визаж, он пока купил медальку. Может быть это будет Солар Крест, может быть выйдет в начале Ваганим. Там уже посмотрим. Ну в целом, по шмоточкам все вполне ровненько. И графики нам говорят о том, что игра идет очень ровно. Но то, что сейчас убили керри команды Virtus.pro, это, конечно, для VP нехорошо. Можно попробовать этим воспользоваться. То есть мы видим то, что нюби максимально с Ивову играют и делают вылазки только в пятером. Плюс также хочется добавить, что Брюмастер, даже несмотря на то, что вообще никого не видел, он разрутился сразу. Понимаю, что Брюмастер со Скайразмейджем его порвут моментально, если получится славить до ульта. Так что Брюмастер, как мы видим сейчас, начинает бить Тавар. Тавар, конечно, у них может получиться забрать, но вот потом Virtus.pro нужно резкий выпад делать, чтобы этого ультимейта в очередной раз не ждать. Звук крутящегося джиггернаута вдруг пропал. Судя по всему, нашему режиссеру надоело это слышать. Он решил его выключить. Ну да, надо было мне самому догадаться убрать куда-то экран. А может мне нравится этот звук. Чего я его буду убирать? Так вот, можно немножечко, конечно, еще поговорить. У Рубика не самая лучшая стата в этом патче. 82 победы. 100 лузов. Так вот. Ну, блин. Нет, Рубик очень жесткий герой, но им надо быть лютым задротом, чтобы хорошо играть. Нам тут вот показывают Virtus.pro. Но подобные паузы, конечно, немного кумарят, конечно, когда подобные паузы ставят. Ребята остывают, немного теряют темп игры, что они там задумывали. Мысли переключаются на что-то другое, может быть, даже вне игры, я не знаю. Но паузы никогда в пользу не шли. Так что желательно, чтобы эта пауза была минимальной. Я не вижу пока... А, я вижу, что у Фобоса там уже идет авторизация в стиме. То есть он логинится. Буквально через минутку-две он уже, по идее, должен вернуться, и мы должны продолжить. Вот. Ну, сейчас, в данный момент, Праймал Сплит был потрачен практически в никуда. По сути, герокоптеры без Праймал Сплита убивали. По идее, Тауэр дефить можно. Как только Праймал Сплит закончится, можно свободно дефить Тауэр. Праймал Сплита, конечно, они за время Праймал Сплита не сломают, что маловероятно, что здесь демоджин так много. Что касается Рубика, ну, я думаю, передим согласиться, что на Рубике, чтобы жарить, реально быть эффективным Рубиком, надо быть очень жестким задротом и иметь нереально крутую реакцию. Это один из самых сложных суппортов в нынешнее время. То есть, мало того, что нужно выбирать какую-то хорошую позицию, чтобы тебя быстро не забрали, потому что он очень тонкий, особенно если находится на пятой позиции. Так, следовательно, этим еще нужно нереально очень быстро реагировать в замесе на то, чтобы хорошо своровать сплы. Да, и всегда держать себя в очень хорошей позиции, чтобы эти сплы воровать, и чтобы самому не умереть, и очень-очень много нюансов. В общем, Рубик это реально очень задротский персонаж, на котором надо уметь играть. Так, ну что, паузу у нас снимают, это замечательно, из Праймал Рор, ха, очень больно, его разорвали на части, у него даже Блэд Фьюри еще не успел откатить, его порвало просто в дребезге. Вот он, выпад, и, может быть, свою бдительность немного ослабили Ньюби, и эта пауза им пошла, так скажем, в минус, а Virtus.pro воспользовались. В общем, не важно, что бы то ни было, забирается теперь Рошан сходу, ну, пока как минимум попытка забрать этого Рошана, но мы видим, насколько быстро у него полоска хитпоинтов истекает. Есть, есть, конечно же, здесь сопротивление, пошел Айс Бласт, разорвали на части Рубика, Скайрасс Мэйдж там тоже был в таверне уже, убили Дарксира, и минус 3 оформляет довольно шустрый, ребята, из Virtus.pro, так вот, еще и даже четвертый на подходе, минус 4, даблкил делает Иллидан. Играючи просто расправляется со своим оппонентом, причем потеряли они вначале Скаймага на ровном месте, а потом минус 0 и четверых, и вот, ну, кыш-кыш, отсюда не мешайте, забирают дальше Рошана. Virtus.pro, если сказать, что они уверены в своих силах, это ничего не сказать. Настолько все прям дерзко, глаз радуется игре, конечно. Казан появляется у Дарксира, после этого атома не хватило в этом замесе, потому что там было бы очень неплохо. Ну, Джиггер, ну, ты еще, можно сказать, смело, что не хватило, все-таки мог там хорошо. Да, конечно, но они осознанно шли, как бы, туда, без Джаггера. Да, 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 плюс Virtus.pro предугадали направление ульты аппарата, и просто все аккуратненько отбежали, в итоге ульта вошла в никуда. Да, получилось так, что, получилось так, что сражался один Брюмастер против всей армии врага. И Праймал Сплита не было, да, там на самом деле настолько Ньюби, ну, то есть Virtus.pro все видели, все знали, все контролировали, и когда Ньюби пытались просто как-то испугать своего оппонента своим присутствием, этого не получилось сделать. Так, Джиггернаут, Джиггернаут стрял, ай-яй-яй, заходит опять очень жестко Mystic Flare. Ну да, есть, конечно, Ice Blast, повесил урну, но этого будет совсем мало для того, чтобы убить Фобоса. У него еще и фласочка есть, и стиков 9, он свободно восстановится и продолжит фармить себе на линии. И после вот этих двух хороших замесов Фобос выживает, и тем самым получает деньги практически на даггер. То есть ему сейчас буквально чуть-чуть пофармить. Если до этого ситуация у него была такая себе, я думал, будет попытка выйти в Форс, но после вот двух вот таких моментов, обычно слардеры в таких моментах умирают, и выступают в роли разменной монеты, и поэтому берут себе Форс. Но Фобос, Фобос действует немножко по-другому, ему больше везет. Откидывается клэпом, сразу же этот клэп. Точнее сразу же Брюмастер ускоряет, он свободненько уходит. Но Тауэр, Тауэр еще не Денайбл. 3 хп не позволяет его задинаить. И вот тут походу воевать за этот Тауэр. Но кулдаун был уже заюзан. Нет, все равно не отдают. Опять же, ускоряет Брюмастера. Есть у него Праймал Сплит, но не факт, что он его сможет заюзать, потому что там есть Сайленс, а реакция у ФМГ очень хорошая. Сейчас, естественно, нужно похолодиться, пока Брюмастер завязал свои Некра. И просто ждать, пока ребятки сами пойдут атаковать тебя. Да, а Слардер пока еще без Даггера, судя по всему. Ну, буквально чуть-чуть не хватает. Но Брюмастер не особо стесняется, нагло забегает на Хао. Хао ускоряет, Хао раздупляется и все-таки уходит. Сула Сапшин раскручивается Джиггернаут. Полетела из Бласса в ответочку, подняли Циклона Брюмастера и получается убить Рубика. Рубик убили уже за Тауров слишком далеко, заходит здесь Герокоплер. Крайне нагло действует, слегка под замерз, но у него есть урна. Точнее, Егис, я извиняюсь, урну на него повесили. Урна его не добивает. Банана, буквально еще на один Сула Сапшин более-менее заряженный. Ну, крайне нагло играет Виртус Про и их за это не наказывают. По-моему, Ньюби Ваути. Ньюби не понимает, что происходит. Хао не понимает то, что происходит. Очередной раз так получается, что Джиггернаута вырубает почти сразу. Нету вообще никаких предпосылок, чтобы этого Джиггернаута сейвить. То есть, когда ты стоишь в роли Бестмастера, ну да, то есть нету шалду демона, который спрячет тебя, Винтера Верна, который может повесить на тебя ковым Брест. Нет вообще ничего, и Хао вынужден погибать. Хао попадает под урк Бестмастера, у которого нет дагера. Просто подходит и ультует в тебя. Ты можешь хотя бы на реакции поражать Блэдфьюри. Да, поэтому учитывая, что тебя засейвить нечем, и байты такого рода они не окупаются, то Хао лучше всего взять себя в руки и просто двигаться за Брюмастером, который сможет первом драке начинать. По итогу, какая-то сумбурная ситуация складывается раз за разом, и в этой суматохе Виртус Про как рыба в воде. Да, вообще в очередной раз подходит на Медовый Тауэр, они уже просто... Я уже видел, да, эту картину. Мазали глаза на месте Виртусов, можно в принципе поиздеваться, и этот Тауэр не динайд. Ну нет, перешел его забрать. Джиггернаут против Бестмастера, седьмая игра в этом патче, пять побед. Ну а винрейт, конечно, ну статистика. За Джиггернаута. Нет, за Бестмом, за Бестмом. За Бестмом? Да, пять игр выиграл Бест. Ну в целом, это понятно почему. То есть сейчас год у нас собирает третий Некра, есть у него ультимейтера уровня, и в любой ситуации ты находишь Джиггернаута, то есть если ты его нашел Джиггернаута, успел прыгнуть, кабанчик, Некра и Дэмэш делятся. Если же нет, что даешь ультимейт, его почти соло забираешь. Сайд свешивает на Брюмастера, Брюмастер даже не раздупляется, очередной S-Blast. Все, вот Улэй пытается свалить. И у него вроде как это получается сделать, хотя на дагере кулдаун буквально 3 секунды ставится стенка. Стенка чисто для того, чтобы как-то отпугнуть Виртусов, но Виртусов очень тяжко отпугнуть. Они на самом деле достаточно побитые, но добивать их нечем. Очередной Сайд свешил, ничегошеньки сделать не успевает. Это уже третий минус, Тулэй отправляется четвертым в таверну. Единственный живой Банана, который смотрит на все происходящее и говорит, ребята, дело дрень. Просто... Я так не играю. Я так не играю. Он так не играет. Явно в 2000 голды опять вытрясли из своего противника. Еще и 800 золота потеряли они при смерти. И 3500 экспы получили. Ого. Очень хорош играет в этот Солд. Понимает то, что у Брюмастера есть ультимейт, и лучше всего, когда вы к его врыву готовы. Заранее встали в позицию. И при этом еще имели вардец. Видели, как Брюмастер хотел ворваться в эту толпу и дать свой ультимейт? Ну, как мы можем наблюдать... Он же только клапнуть вроде успел. Да, да, да. Реакция года, реакция Лила, точнее, реакция ФНГ не позволяет ему этого сделать, и поэтому Брюмастеру лучше не клапать. То есть единственный вариант — это уйти сразу. А это, знаешь, это вот... Брюмастерам не так часто играют, и когда им очень много играли в один момент в доте, там же и Леоны были популярны, и многие другие герои, которые могли также хексить, и просто сам айтем хекс был популярен. И в итоге эти Брюмастеры понимали, после кучи-кучи вот этих вот тумаков, они понимали, что клап лучше не юзать, лучше юзать сразу Примал Сплит, без клапа. И вот сейчас опять наступает этот момент, когда Брюмастер вначале должен получить кучу-кучу затрещин, а уж потом он только будет юзать Примал Сплит. Но опять же, это же реально расчет на дурака. Ну, клап имеет очень долгую анимацию, да и Примал Сплит сам тоже кастуется не моментально. Так что за юзать Сайленс даже какой-нибудь дилетант в доте вполне может успеть на такого Брюмастера. Не говоря уже про... Виртус Про. Так, а что тут у нас? А тут у нас очередная стычка. Поймали ФНГ. ФНГ получается убить. Пошел Асблаз, Асблаз попадает слегка на визаже. Кому проседать? Суласамшен-то паралит сверху и успевает. Он все-таки вот раз прокисывает свой Примал Сплит. У Голда проблемы. Залетает у него Буллыжник. Примерз он еще немного. Подняли в циклоны визажа. А он там очень жестко зарядился. Желательно было бы ему откидываться. Рубик отваливается моментально. Лил... Есть уже третий минус у ребят из Нюби. Двоих они убили в ответ. Брюмастер сейчас сложится и вроде бы у него даггер на КД. Может быть, фамильяр его смогут догнать, но вроде как и не могут. Будет даггер и сразу тапаут. Амплифай уже спал. Да, даггер, тапаут, свободно уходит. Но в такой ситуации на самом-то деле Виртус Про должны были больше потерять, мне кажется. Ну, как по мне, Нюби очень хорошо подрались для себя. Да, да, да. То есть получилось здорово, то что сейчас Брюмастеры не успели зафокусить. Он втанковал абсолютно весь проказ, который Виртуса дали и после этого даже там кого-то еще, кроме Sky, ребята забрали. Очень-очень глупо начался файт для АВП, потому что они были не все в одном месте. Там убили вначале Sky Maga, потом получилось очень жестко продамажить Слардера, Бестмастер тоже отвалился, а потом уже только все остальные подтянулись. Ну, визаж, ползамеса летал тупо в циклонах имея фулл заряды на Свол Санкшн. Свол Санкшн это дичайший дэмэдж, который не был, по сути, реализован. Вагоним выходит. Лил? На, у Джаггера Персик. Вот этот Персик, пока вот ты не доделаешь БФ Джиггернаутом, ну, реально Персик вот, вот хоть выкинь его. Он тебе ничего не дает, да. 2000 голды ты потратил на то, чтобы у тебя была Мана, которая в Замесе не особо актуальна, и при этом ХП регену он... Который тоже... Поэтому вот эта вот проблемка небольшая Баттл Фьюри на Джиггернауте при покупке этого атома. Ну и при покупке БФа может быть, конечно, что-то изменится, но кардинальная картина явно не изменится. Сплэш не такой жесткий на Джаггере. Ну, вообще вот по такой игре было ощущение, что может быть он какую-то манту попробует собрать, чтобы все-таки снимать с себя Silent Sky, который на него по КД накидывается. Баттл Фьюри на Джиггернауте, быть более мобильным, трудноубиваемым. Короче, полностью согласен, манта здесь была бы явно круче, и переходные шмотки поприятнее. Так, сейчас опасный момент. Может быть, там какой-то БКБ себе собрать барабан, но, в общем, что-то на 100 тысяч, чтобы можно было выжимать. В итоге цепанули Джиггернаут, заканчивается у него Blood Fury, и, в общем-то, Джиггернаут тоже заканчивается. Здесь его уже даже Форс не спасает. Рубика разорвали во всем этом сумбуре. Пытается убежать уже земляная панточка, потому что остальных просто-напросто минуснули. Иллидан откидывается плюшечками. И да ладно, если они даже этого минусной, то тут уже сразу пишется Good Game. Virtus Pro опять сносят своего противника без шансов, и это было не случайностью. Первую карту они выиграли, казалось бы, просто за счет пика выигранного, да, и за счет выигранных линий. Но нет, вот они уже отбивают пятюни. Молодцы, просто молодцы. Красиво, четко, модно, стильно, молодежно.